Здравствуйте! Как всегда в это время в эфире канала ПС программа «Городские подробности» и вот некоторые темы выпуска. В мэрии Архангельска состоялось еженедельное совещание в центре внимания «Вопросы городского хозяйства». Мы едины! Страна отметила День народного единства. Праздничный митинг прошел и в Архангельске. Две с половиной тысячи архангелогорусов смогут принять участие в проекте «Узнай свое сердце». Он проходит при поддержке мэрии Архангельска. В программе о чётопрямых линиях, которые на этой неделе состоялись в редакции газеты «Архангельск. Город воинской славы», разговор горожан и представителей мэрии касался самых насущных вопросов жизни поморской столицы. Теплосети в работе, отклонений от температурного норматива нет. Об этом шла речь на еженедельном совещании в мэрии Архангельска. Также обсуждались и вопросы санитарной безопасности города. Подробности в нашем сюжете. Чрезвычайных ситуаций на сетях теплоснабжения на минувшей неделе не было. Вселокальные котельные работают в штатном режиме. Об этом исполняющему обязанности главы муниципального образования город Архангельск Святославу Чиненову доложили специалисты городского хозяйства. На особом контроле властей ситуация с наличием топлива на удаленных территориях Архангельска. На сегодняшний день сформирован запас топлива на острове Тегри-Хабака. На берегнике также создан запас топлива. Это 5100 тонн. Необходимо еще дополнительно завести еще на 1000 тонн. Главы округов отчитались о проведении работ по благоустройству, в том числе по устранению проблем в связи с обильными осадками. Жалоб больших нету. Воды на сегодня в квартирах нет. Где были на этой неделе с рассовыми решениями попробовали канализационные стоки. А куда еще деваться? Поэтому пока на сегодня районы округа, где могло бы быть подтопление, живут нормально. Одной из первоочередных задач в работе муниципалитета остается поддержание порядка на контейнерных площадках. Решение этого вопроса выходит на новый уровень. Общий вопрос благоустройства будет рассмотрен на совете глав правительства Архангельской области. Соответствующий запрос пришел. Я бы что хотел попросить? Подготовить соответствующую аналитическую информацию. Самое главное предложение. Что бы мы хотели видеть на законодательном уровне? Тем не менее, задачу по поддержанию чистоты на подведомственных территориях с глав округов и представителей управляющих компаний никто не снимает. Нерадивы управляющие организации, которые уклоняются от вывоза мусора, по закону могут быть серьезно оштрафованы. 4 ноября в нашей стране прошли митинги и акции, посвященные Дню народного единства. В этом году государственный праздник россияне отмечали в десятый раз. В стороне торжеств не осталась и поморская столица. На площади у театра драмы состоялся митинг-концерт, лейтмотивом которого стал лозунг «Мы едины». Бело-сине-красные флаги, лозунги и песни о единстве в мире, в стране и в каждом доме. Я хочу пожелать вам всем, чтобы этот праздник принес в наши дома, в наши семьи только мир, добро, благополучие. Я желаю вам всего самого доброго, самого прекрасного, много счастья, радости, тепла. Митинг на площади у театра драмы собрал представителей разных общественных организаций, профессий и национальностей. Этот праздник как раз говорит о том, что в этой стране национальная идея и единение всех наций, без зависимости от их вероисповедания, статуса, это очень важно для народа. 4 ноября 1612 года стал днём освобождения Москвы от польских интервентов и окончанием смуты. Такова историческая подоплёка современного праздника, который сегодня стал символом согласия. В этот день сразу всё вспоминается хорошее и надеемся, что в жизни только нас ждёт хорошее, потому что люди все с настроением, все радостные, это очень приятно. В единстве нашей силы воплощением этого лозунга стал запуск шаров цвета российского триколора. И кажется, в этот момент ввысь устремились мечты каждого архангелогородца о счастливой судьбе России. Две с половиной тысячи архангелогородцев смогут принять участие в проекте «Узнай своё сердце». Этой осенью он стартовал в областном центре. Исследование организовано Северным государственным медицинским университетом при поддержке мэрии Архангельска в рамках года борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Этой теме была посвящена и пресс-конференция. Смертность от сердечно-сосудистых заболеваний в России одна из самых высоких в мире. Архангельск не исключение. Только за семь месяцев этого года от болезни системы кровообращения в столице Поморья ушло из жизни более двух тысяч человек. На 6% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Основная задача проекта – всё-таки понять, почему такая пятикратная разница в смертности от сердечно-сосудистых заболеваний в нашей стране по сравнению, например, с нашими соседями скандинавскими странами. В исследовании сердца примут участие жители Архангельска в возрасте от 35 до 69 лет. Кандидатуру будут отбираться методом случайной выборки. Строгое соблюдение этого принципа, принципа случайности выборки, крайне важно для нас, так как при его соблюдении его результаты будут объективны. То есть мы сможем обобщать их на всех жителей Архангельска от 35 до 69 лет. Первый этап исследования – это устная беседа. Второй – масштабное обследование в поликлинике университета. Это УЗИ сердца и сосудов, кардиограмма, ряд лабораторных тестов. Через месяц каждый участник проекта получит заключение о состоянии своего здоровья и рекомендации кардиолога. Примерно каждый третий будет проходить холтеровское мониторирование самым современным из действующих холтеров Актихат. Очень маленький удобный прибор, который в течение четырех дней записывает сердечные ритмы пациента. Проект «Узнай свое сердце» рассчитан на три года. Помимо Архангельска будет проходить исследование в Новосибирске и в норвежском Тромсе. Конечно же, мэрия города Архангельска будет содействовать проведению исследований «Узнай свое сердце» и поддерживая национальный год борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями и в целом поддерживая этот проект. Через месяц каждый прошедший исследование получит заключение о состоянии своего здоровья и рекомендации кардиолога. А все вместе участники проекта «Узнай свое сердце» сделают доброе дело, продлив жизнь будущим поколениям северян. В редакции городской газеты «Архангельс – город воинской славы» состоялись очередные прямые линии с представителями муниципалитета. Горожане, как всегда, смогли получить ответы на волнующие вопросы. Обзор прямых линий этой недели подготовила Мария Воробьева. Открыл прямую линию с архангелогородцами на этой неделе директор МУП «Водоканал» Сергей Рыжков. Особое внимание в диалоге было уделено состоянию городских водопроводных сетей, в частности, качеству услуг по водоснабжению. Скажите мне, пожалуйста, вот Ленинградский 381. До какого времени у нас не будет воды, напора воды в наших домах? Участок водопровода, который идет от 2-го Ленинградского переулка в вашу сторону, насколько я помню, и он на сегодня не учтен, скажем так, без хозяйной. Поэтому мы обратились уже в департамент городского хозяйства, потому что в этих случаях принимается решение мэрией о привлечении подрядчика для того, чтобы там провести ремонт. Глава администрации округа Варавина-Фактория Александр Таран стал гостем прямой линии. Андрея Меньшикова, многодетного отца, интересовала ситуация с выделением участков под строительство домов за поселком Серикатного завода. Хотел поинтересоваться, что планируется что-то округом делать для благоустройства территории, где располагаются участки для строительства домов многодетных? Значит, освободить территорию, вопрос у нас главный, я думаю, что в этом, да? Значит, в мэрии города планируются работы по освобождению территории, которая выделена для благоустройства, для того, чтобы там провести дороги, коммуникации. Насколько это будет быстро, пока сказать не могу. Но обследование уже произведено. Все незаконные строения, которые там установлены, они все уже описаны. Дальше будет приниматься решение, как они будут сноситься через суд или как-то иначе. Десятки вопросов от читателей газеты поступило в ходе прямой линии в адрес начальника управления по торговле и услугам населению мэрии Архангельской Ирины Любовой. Самой обсуждаемой стала тема несанкционированной торговли и, как следствие, низкого качества товаров. Эти ларьки, которые на Воскресенской 18-й никак работали все лето, так продолжают. Сейчас вот капуста лежит, еще что-то. А там же вот ларек на Тиме, это около роддома, у автобусной остановки. Вы знаете, там такая полная санитария, крысы бегают. На сегодняшний день по адресу Тиме 1, это около Самойловского роддома, с предпринимателем расторгнут договор аренды, то есть он работает там незаконно. Этот павильон у нас стоит, скажем так, в листе ожидания на снос, то есть его там не будет вообще. Рейды у нас практически ежедневно проходят, и в них принимает участие Россельхознадзор, тоже федеральная структура и органы ОМВД, естественно, сотрудники управления по торговле. Поэтому мы и эти адреса отработаем. Каждый рабочий день с 18 до 19 часов в редакции газеты «Архангельск. Город воинской славы» руководители структурных подразделений мэрии, главы администрации округов столицы Поморья и директора муниципальных предприятий, готовы выйти на прямую связь с горожанами. Задать свой вопрос архангелогородцы могут до 10 ноября. Телефон прямой линии 20-81-79. На этом наша программа подошла к концу, но рекомендую не переключаться. Впереди специальный репортаж от канала ПС. Газету «Правда Севера» вновь можно купить в киосках «Роспечать». Такой возможности у горожан не было почти 4 года. «Правда Севера» и «Архангельск» понятия неразделимые, считает архангелогородец Александр Клобуков. Все новости о жизни города он привык получать из этой газеты. Читает ее, сколько себя помнит. И рад вернувшейся возможности купить свежий номер в киоске «Роспечать». Я шел из больницы сейчас после процедуры и по пути взял газету. Мне соседка сказала, что сейчас стали продавать в киосках, и я доволен этим. Четыре года читатели «Правды Севера» могли приобрести ее только на почте или в торговых сетях. Там она по-прежнему будет продаваться. Однако покупать газету в киоске для многих и удобнее, и привычнее. Когда газета «Правда Севера» не стала поступать в наш киоск, люди постоянно спрашивали, продается ли у нас эта газета, хотели приобрести ее. «Правда Севера» – самая читаемая газета области. По данным компании «Медиалогия», она занимает первую строчку в рейтинге региональных печатных СМИ за третий квартал этого года. Для журналистов издания возвращение газеты в киоски – это настоящее событие. Наверное, появятся, мы надеемся, новые читатели, которые, может быть, в спешке, не успевали прийти там купить на почту, или просто им будет удобнее. И мы надеемся, что у нас появятся просто такие читатели, а не вернутся. «Правда Севера» выходит дважды в неделю – в среду и пятницу. Стоимость газеты – 16 рублей. Надежда Лебедева, Руслан Симушин, Ольга Красулина. Специально для канала ПС.